Аскорбиновая кислота Буфус Инструкция по применению лекарственного препарата Владелец регистрационного удостоверения, обновления, ПФКО, Россия, КОТАИТИЭКС, А11ЖИ-01 Активное вещество, аскорбиновая кислота, лекарственная форма, аскорбиновая кислота Буфус Форма выпуска, упаковка и состав препарата аскорбиновая кислота Буфус Раствор для ВВВМ введений 1 мл 1 Амп Аскорбиновая кислота 50 мг 100 мг 2 мл Ампулы 10 пачки картонные Клиника фармакологическая группа Витамины и препарат фармакотерапевтическая группа Витамин фармакологическое действие Витамин С Аскорбиновая кислота необходима для образования внутриклеточного коллагена Требуется для укрепления структуры зубов, костей и стенок капилляров Участвует в окислительно-восстановительных реакциях, метаболизме тирозина, превращении фолиевой кислоты в фолиниевую, метаболизме углеводов, синтезе липидов и белков, метаболизме железа, процессах клеточного дыхания, активизирует синтез стероидных гормонов Снижает потребность в витаминах В1, В2, А, Е, фолиевой кислоте, пантотеновой кислоте, способствует повышению устойчивости Организма к инфекциям, улучшает абсорбцию железа, способствуя его депонированию в редуцированной форме Обладает антиоксидантными свойствами При интравагинальном применении аскорбиновая кислота снижает РН влагалище, ингибируя рост бактерий и способствует восстановлению и Поддержанию нормальных показателей РН и флоры влагалища, лактобасилус асидофилус, лактобасилус гастери Показания к применению для системного применения, профилактика и лечение гипо- и авитаминоза витамина С, обеспечение повышенной потребности организма в витамине В период роста, при беременности, лактации, при тяжелых нагрузках, переутомлении, в период реконвалисценции после длительных тяжелых заболеваний, в зимний период, при повышенном риске развития инфекционных заболеваний Для интравагинального применения, хронический или рецидивирующий вагинит, бактериальный вагиноз, неспецифический вагинит, обусловленный Анаэробной флорой, вследствие измененного РН-влагалища, с целью нормализации нарушенной микрофлоры влагалища Способ применения и дозы Способ применения и режим дозирования конкретного препарата зависят от его формы выпуска и других факторов Оптимальный режим дозирования определяет врач Следует строго соблюдать соответствие используемой лекарственной формы конкретного препарата показаниям к применению и режиму дозирования Применяют внутрь, в МФФ, интравагинально Для профилактики дефицитных состояний 25-75 мг, суд, для лечения 250 мг, суд и более в разделенных дозах Для интравагинального применения используют препараты аскорбиновой кислоты в соответствующих лекарственных формах Противопоказания к применению Повышенная чувствительность к аскорбиновой кислоте Применение у детей Препарат разрешен для применения у детей и подростков в возрасте до 18 лет Особые указания С осторожностью применять у пациентов с гипероксалурией, нарушениями функции почек, указаниями в анамнезе на мочекаменную болезнь Поскольку аскорбиновая кислота повышает абсорбцию железа, ее применение в высоких дозах может быть опасно у пациентов с гемохроматозом Толосемии, полицитимии, лейкемии и сидиробластной анемии У пациентов с высоким содержанием железа в организме следует применять аскорбиновую кислоту в минимальных дозах С осторожностью применять у пациентов с дефицитом глюкозы 6-фосфодигидрогеназы Применение аскорбиновой кислоты в высоких дозах может вызвать обострение серповидно-клеточной анемии Данные о диабетогенном действии аскорбиновой кислоты противоречивы Однако при длительном применении аскорбиновой кислоты следует периодически контролировать уровень глюкозы в крови Полагают, что применение аскорбиновой кислоты у пациентов с быстро пролиферирующими и широко диссиминированными опухолями Может усугубить течение процесса Поэтому следует с осторожностью применять аскорбиновую кислоту у пациентов с прогрессирующим онкологическим заболеванием Всасывание аскорбиновой кислоты уменьшается при одновременном употреблении свежих фруктовых или овощных соков, щелочного питья Лекарственное взаимодействие При одновременном применении с барбитуратами, примедоном повышается экскреция аскорбиновой кислоты с мочой При одновременном применении пероральных контрацептивов уменьшается концентрация аскорбиновой кислоты в плазме крови При одновременном применении с препаратами железо аскорбиновая кислота, благодаря своим восстанавливающим свойствам, переводит трехвалентную железо в двухвалентное, что способствует улучшению его абсорбции. Аскорбиновая кислота в высоких дозах может снижать pH-мочи, что при одновременном применении уменьшает канальцевую реабсорбцию амфетамина и трициклических антидепрессантов. При одновременном применении ацетилсалициловая кислота уменьшает абсорбцию аскорбиновой кислоты примерно на треть. При одновременном применении с варфарином возможно уменьшение эффектов варфарина. При одновременном применении аскорбиновая кислота повышает экскрецию железа у пациентов, получающих дифероксамин. При применении аскорбиновой кислоты в дозе 500 мг, суд возможно нарушение функции левого желудочка. При одновременном применении с тетрациклином повышается выведение аскорбиновой кислоты с мочой. Описан случай уменьшения концентрации флуфеназина в плазме крови у пациента, получавшего аскорбиновую кислоту по 500 мг 2 раза, суд. Возможно повышение концентрации тенелострадиола в плазме крови при его одновременном применении в составе контрацептивов для приема. Внутрь.